Музыка Церемония приемки немного задержалась. Ждали банковского подтверждения из Амстердама, без которого никто не решался ставить в документах подписи и тем более поднимать на судне российский флаг. Немцы есть немцы. Внимательны к деталям и в обращении с документами, и при постройке большого парохода. Этого момента все, кто собрались в зале для официальных встреч немецкой компании Акер-Ярд, ждали почти два года. Глава верфи Эйнер Бронлунд и руководитель дирекции транспортно-логистического комплекса ГМК «Норильский никель» Юрий Головин подписывает протокол. В 12.10 по берлинскому времени судно стало российским. От офиса до судна пешком полкилометра. Если бы не важность момента, высокие гости помчались бы в припрыжку. Того хочется своими глазами увидеть исполинское сооружение. Дизель-электроход, где две там 14,5 тысяч тонн, способен преодолевать в условиях самостоятельного плавания полутораметровые арктические льды. Новое судно будет ходить по трассе Мурманск-Дудинка-Мурманск, доставляя на Таймыр генеральные грузы и вывозя с полуострова никелевую руду и фонштейн. Географическое расположение Норильска такое, что для нас трасса Северноморского пути это просто определяющая ветка, по которой мы завозим все материально-технические ресурсы и вывозим готовую продукцию. А поскольку в 90-х годах и в начале 2000-х годов, во-первых, не было внятной программы строительства ледоколов Российской Федерации и флот, единственный, который имел ледовый класс, который мог идти по Северноморскому пути, это флот Мурманского пароходства. Он устаревал, сейчас все суда у них в ближайшие 2-3 года выйдут из эксплуатации. Поэтому для нас это была просто четкая необходимость. На причале верфи Акер-Ярд собираются кораблестроители, представители ГМК «Норильский никель», почетные гости, несколько съемочных групп немецких телекомпаний. Начинается торжественная церемония приемки судна. В первом ряду Нина Намсараева. Она много лет прожила в Мочегорске, там остались ее друзья, с этим городом у нее связано много воспоминаний. Теперь будет еще одно. Через несколько минут ей придется окрестить новый пароход и дать ему имя. Руководитель Мурманского транспортного филиала Алексей Михайлович Тюкавин как-то месяца 2-3 назад спросил меня, вы любите Мочегорск? На что я сказала, конечно же. Давайте вы будете крестной матерью этого судна, которое мы строим, потому что оно будет называться Мочегорск. Ну, я не задумываюсь, конечно же, согласилась. Просто потому, что это лишняя возможность подчеркнуть свою связь с Мочегорском и мою любовь к нему. Нина исповедует буддизм. Она нарекла судно имени Мочегорск и, окрестив его по старинному морскому обычаю, призвала на помощь морякам еще и Будду. Это второй дизель-электроход, который построила горно-металлургическая компания. Капитан Мочегорска Сергей Кудрявцев ходил на многих судах, в том числе и на первом судне этой серии, который называется «Норильский никель». Таких проходов нет вообще в мире, не существует. Вот «Норильский никель» и мы все. История покажет, насколько мы сильнее, умнее всех остальных. Но в любом случае гордость за то, что наш флот, флот «Норильского никеля», российский флаг, все это развивается. Это очень обнадеживает, это замечательно, это радостно. Для директора компании «Акер Ярд» работа с «Норникелем» – это не только выгодный заказ стоимостью 82 миллиона евро, но и возможность создать самый современный дизель-электроход в мире. Капитан в новенькой, еще пахнущей краской рубке рассказывает крестной маме Нинином Сараевой об особенностях электрохода. А он поистине уникален. Это судно двойного действия. Когда дизель-электроход встретит в Арктике тяжелые льды, он сможет развернуть свое рулевое устройство, которое называется «Азипот», и продолжает движение кормой вперед. «Азипот» как бы размывает массу воды под ледяным покровом, и пароход своим весом очень легко преодолевает льды, при этом сохраняя коммерческую скорость. «Вся эта серия судов, мы не стесняясь, говорим о том, что она сделала революцию в арктическом судоходстве. То есть в российской Арктике впервые появились суда, которые способны круглый год самостоятельно плавать, перевозить грузы и не обращаться к помощи ледоколов. Это не значит, конечно, что Норильскому Никелю никогда не нужны будут ледоколы. Арктика есть Арктика, и может быть наступит такой суровый год, когда помощь ледоколов потребуется обязательно. Но в основном, вот в течение 4-5 лет можно успешно возить грузы, не использовать услуги ледоколов, тем самым предоставляя возможность другим.